Смотрите в программе. Снова в школу. Вместе со школьниками и учителями в школу идут и полицейские. Нежеланные гости. Очередной рейд миграционной полиции выявил незарегистрированных рабочих из Узбекистана. На бескрайних дорогах. Будни роты дорожной полиции. Это и многое другое прямо сейчас в программе «На полицейской волне». Новый учебный сезон начался не только для школьников и учителей, но и своеобразно для школьных инспекторов полиции. Венера Тукмурзина. Участковый инспектор по делам несовершеннолетних. Ее территория охватывает старую часть города и район 41-го разъезда. Десятки школ обслуживаются несколькими инспекторами. Конечно, полицейских не хватает, поэтому инспекторы стараются предупреждать преступления, проводя как можно больше времени в учебных заведениях. Моя работа заключается в проводить профилактическую беседу с несовершеннолетними, с трудными подростками, проводить работу по профилактике, а не допущение правонарушений, преступлений. Работу школьного инспектора легкой не назовешь. Подучетный контингент весьма скрытен. Это характеризуется возрастным максимализмом. Поэтому каждый полицейский, работающий с подростками, обязан быть профессиональным психологом, выявлять слабые звенья в цепи молодежного социума вовремя и укреплять их не только беседами, но и реальной помощью. Задача каждого инспектора по делам несовершеннолетних. С первого в школе ставят их на группу риска учителя. Потом мы ходим, проверяем, смотрим, наблюдаем, по месту жительства проверяем. Потом, если ребенок совершает преступление, тогда уже ставим на учет. А так в основном стараемся проводить с ним профилактическую работу. Но не ставим на учет сразу. Как говорит Венера Тукмурзина, с каждым годом количество преступлений в школах сокращается. Выходят из моды группировки и так называемые толпы. Лихие 90-е оставили лишь слабый отголосок в душах современной молодежи. Тем не менее, работу по профилактике молодежной преступности замедлять нельзя. Правонарушение до сих пор совершается. В основном после 23.00 находятся без сопровождения законных представителей. А так, в основном, нет такого. И по глупости иногда совершают преступление. По своей глупости. А мы желаем успехов школьным инспекторам в новом учебном году. С началом учебного года не только школьные инспекторы проводят в учебных заведениях профилактические беседы. Сегодня наиболее остро стоит проблема наркомании в среде молодежи. Возраст наркоманов с каждым годом уменьшается. Все чаще еще в школах молодые люди начинают пробовать наркотики. Поэтому сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом стараются как можно чаще навещать молодежь в школах. Рассказываю о вреде наркотиков, что приводит употребление наркотиков. Им показываю видеоматериалы, чтобы они своими глазами увидели. Предупреждаю их. Не только наркотик, я им рассказываю о вреде курения, алкоголизма. Такие занятия проводятся в большинстве случаев среди старшеклассников. Так как эта категория школьников имеет самую высокую степень риска оказаться на игле. Конечно, это плохо. Плохо для нашей молодежи. Я, конечно, в наше время сейчас наркотики одно из самых популярных, противопоказанных, конечно же, веществ. И, наверное, это одна из самых больших проблем нашего общества. Как говорят ученики, такие наглядные лекции помогают лучше понять и осознать все отрицательные стороны наркотической зависимости. В первую очередь они начинают понимать причины употребления наркотиков. Во-первых, это недопонимание в обществе, это стресс, это когда не хватает внимания. Большинство происходит из-за недопонимания в семье, недопонимания с друзьями. Айгирим Аманбаева уверяет, что с наркотиками никогда не сталкивалась. Среди ее друзей наркоманов нет. И она старается не общаться с теми, кто принимал или принимает наркотики. Мое окружение не пользуется такими веществами, может, даже не наркотиками, но даже среди моих знакомых нет таких людей, которые пользуются сигаретами и тому подобное. Лекции для учеников различных школ сотрудники УБН будут проводить в течение всего учебного года. Полицейские надеются, что своевременное предупреждение поможет предотвратить наркотизацию молодежи. Летом мы рассказывали, как в борьбе с незаконной миграцией казахстанские власти упростили процедуру регистрации зарубежных работников. Так любой желающий подработать в Казахстане может зарегистрироваться в течение часа, заплатить налог и работать спокойно. Но не все следуют букве закона. Еще остались трудовые мигранты и их наниматели, которые не обращают внимания на законодательство. С такими разговор короткий. Миграционная полиция ежедневно проводит рейдовые мероприятия в черте города и районах. Начинается трудовой день для таких полицейских в 9.00. Стандартный развод и ориентировки. После проведения утрешнего развода, лишнего состава, мы направляем группы на отработку города по территории города Ак-Тюбия. В общем, на данный момент мы сейчас находимся, после проведения, мы уже находимся на районе Юго-Запада. В ходе рейдовых мероприятий у нас идет постройка дома, жилого дома, где в данный момент были выявлены граждане Республики Узбекистан, которые занимались незаконно трудовой деятельностью, то есть не имеют разрешения на руках, которое в данный момент тоже у нас легализовано. В ходе чего были проверены, не имея разрешения, будет социально в отношении административного протокола, будет привлечено к административной ответственности. После того, как незаконных мигрантов поймали и припроводили в здание миграционной полиции, в их отношении, а также в отношении нанимателя, заводят административное дело и передают его на рассмотрение в суд. Соответственно, по статье 394 административного кодекса будут направлены материалы в суд для принятия законного решения. Незарегистрированные трудовые мигранты – это прежде всего убыток для казны государства. Тот, кого официально нет, налогов не платит. Но, кроме того, опасность создается и в отношении криминогенной ситуации. Сложно найти незарегистрированного преступника, поэтому рейдовые мероприятия в миграционной полиции считают одной из первостепенных задач. Зачастую, выезжая за город в направлении районных центров, в удалении от населенных пунктов, мы становимся свидетелями работы дорожной полиции. Стражи порядка на участках трассы протяженностью сотни километров – единственные, кто охраняет закон. Специальная рота дорожной полиции была создана в 2006 году. Рота дорожной полиции создана в 2006 году согласно 576 приказа МВД РК. Сейчас, на данный момент, этот приказ действует 12 приказом 2014 года – эффективность надзора дорожного движения автодорога РКС. Рота дорожной полиции работает только на трассах областного и республиканского значения и выполняет те же функции, что и городские дорожные полицейские, с одним существенным отличием. В экстренных случаях стражи порядка могут надеяться только на себя. Чем отличие, иногда говорят, вопрос задают, чем отличие от рота дорожной патрульной полиции от батальона дорожной полиции? Разницы, я скажу, нет. Мы одну функцию выполняем, только малейшая разница в том, что батальон дорожной полиции находится в областном центре, то есть в городе. А наша, мы находимся на автодороге республиканского значения. И, естественно, здесь риск и безопасность самого сотрудника велика, так как личный состав выполняющий находится очень далеко. Здесь надо наиболее подготовленные сотрудники НУЖИ, которые четко владеют экстремальной ситуацией, может наладить контакт лично с водителями, подойти, объяснить ситуацию правил дорожного движения, выявить, объяснить ему суд нарушения. Одна из самых протяженных обслуживаемых дорог Ахтубе-Астрахань. На этом направлении выставлены сразу три поста. Особое внимание к трассе оправдано объективными причинами. Ротодорожная патрульная полиция обслуживается из шести направлений, как это Ахтубе-Оренбург, Ахтубе-Орск, Самара-Чемкент, начиная с Хабдинского района, заканчивая Иргийским районом, проходя через Храмтавский район. В том числе автодорогу обслуживаем от нулевого километра в сторону направления Кустанайской области. Это захватывая район Атикибийского района, поселок Консомойск. В настоящий момент мы находимся на автодороге Ахтубе-Астрахань, где сейчас интенсивность дорожных движений и концентрация дорожных транспортных прошеств. Данная дорога в эксплуатацию сдана с 1970 года. С тех пор на данном участке очень много дорожных транспортных происшествий. В связи с чем эта дорога связана? Потому что транспортные средства проходят из более пяти районов. Это как Алгинский район, Мугаджарский район, Тимирский, Байганский и Чалкарского района. Самое тяжелое время года для роты дорожной полиции – это зима. Если в городе работают снегоочистительные машины, да и сами дома становятся преградой для бурана, то в степи ветер несет снег без каких-либо препятствий. Дорожные полицейские не раз вызволяли людей из ледяного плена. Не периодически, когда погодные условия, заторы, бураны, гололед. Как, например, в этом году с февраля до марта месяца мы энное количество транспортных средств эвакуировали в связи с застрявшимися погодными, это как на Самаро-Чимкент, в район поселка Просторного и Новороссии, где более 200-300 транспортных средств собралось, накипелся. Это иногородные транспортные средства, большие грузы, которые не могли проехать. Естественно, мы здесь участие Казахавтодор, ЭЧС, совместно мы этой эвакуацией занимали с людьми. Почти тысяча километров трассы под ответственностью одной роты. Как говорит замкомандира роты Малик Аженбай, было бы неплохо увеличить штат сотрудников. Но пока полицейский справляется. Для кого-то они помеха свободной езды без ограничений, а для кого-то единственная помощь на бескрайних казахстанских дорогах. Разыскивается пропавшая без вести Амина Набиханова. Возраст 18 лет. Уехала в неизвестном направлении 24 августа на машине Hyundai Matrix номер R946 FMM. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просим сообщить по телефону 8 701 362 8138, 8 701 361 93 51 или 102. Департаментом внутренних делок Тюбинской области разыскивается без вести пропавший Анарбек Жеткерулы, 2003 года рождения. Уроженец и житель Ильгийского района. 7 августа примерно в 22.00 ушел из дома и не вернулся. Приметы разыскиваемого. Рост 140 сантиметров. Худощавого телосложения. Глаза черные, брови густые, нос прямой, губы тонкие, волосы черные, короткие. Был одет в желтую футболку, шорты черного цвета, сланцы черного цвета с красными полосами. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить в управление криминальной полиции ДВД и РОВД Ильгийского района Октюбинской области по телефону 8 71 32 936 213, 936 229, 8 71 343 2 12 27 или 102. Шалкарским РОВД разыскивается без вести пропавший Кудайбергенов Жасулан Фаридович, 1983 года рождения, который ушел из дома в неизвестном направлении 5 июня. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить в управление криминальной полиции ДВД и РОВД Шалкарского района Октюбинской области по телефону 8 71 32 936 213, 936 229 или 102. Внимание, розыск! Ушел из дома и не вернулся Сартов Кудайберген, 1947 года рождения, был одет в серую футболку, серый трико, синий сланцы. Страдает психическим расстройством, замкнутый. Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить по телефону 50 13 51 7 705 480 6102. 8 705 475 23 55 или в ближайшее отделение полиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok